Кстати, о Валентине Ивановне, которую вы нам так любезно предоставили. Что у вас теперь в Питере со снежинами и сосулями? Их срезают лазером. А то, что-то как-то люди жалуются, что вроде как у вас там мрак и запустение. Ты же, по-моему, шнур песню по этому поводу сочинел. Оль, а вот при чем тут я? Вот при чем тут я и зачем? Ну вы же как-то добрались до Гильмитрии, вы должны быть в курсе. Зачем мне вообще эта тема? Вот в теме льда и мусора нет вообще никакого риска. В ней нет вот этой вот прогулки по лезвию. Это не запретная в СМИ тема. Это совершенно, я бы сказал, так называемая в редакциях чистая разрешенка. Я занимаюсь запрещенными темами. А вот в этой теме там про мусор, про лед могут кувыркаться все. И эта тема открытая, доступная всем. Режим ведь справедливо считает, что прессе надо кидать какие-то ошметки с правом, разодрать, потому что пресса любит поругаться. И вот ругайте там гололед, ругайте помойки, песчаные бури, ругайте собачек безнравственных, которые совокупляются под окнами детских садов. Вот ругайте, ругайте. Вот это вам оставлено, это вам позволено. И чтобы хайповать на мусоре и на льду, не нужно ведь ни отваги, ни знания. Это легкий, дешевый хайп, так что это не ко мне, фиг с ними, со льдами. А с Бегловым вдобавок ко всему еще и жутко не, вот жутко неинтересно бодаться. Почему? А разве его не отдали нам на разорвать? Я не знаю, отдали, не отдали. Если отдали, то это опять-таки разрешенное, а мне это уже неинтересно. А так с ним неинтересно, потому что он какой-то очень, я бы сказал, не мстительный и не злопамятный. То есть он может быть что-то на ус себе накручивает, но вместе с усом, поскольку он опять усы сбривает, вместе с усом сбривается, значит, и накрученное. К тому же, Оль, слушай, я же питерский, я же здесь живу все вот те вот бесконечные сотни лет, которые я уже давным-давно прожил. Я видел все, я видел грандиозные пожары, горы трупов, восстания, митинги, но я никогда не видел... Голод и гуманитарную помощь? Я никогда не видел убранный снег. Вот этого не было никогда. Это не было ни при Соловьеве, ни при Гедаспове, ни при Собчаке, ни при Яковлеве, ни при Матвиенко. Этого не было никогда.